1, 2, 3 Каково быть главным героем такого большого матча? Главный герой, наверное, я так думаю, Антоха Красоткина. Всю игру нас держал, все моменты спас. Так что я не считаю себя герой. Вы так про Красоткина из солидарности и вежливости сказали? Потому что казалось, что немного моментов было. Моментов немного, но все равно было несколько смен, когда они нас кружили в зоне. Он дал нам почувствовать вот эту игру, почувствовать уверенность в нем. Поэтому я ему отдаю все лавры. У Сибири уверенность в себе растет от матча к матчу? Да, безусловно, уверенность растет. И уже на лапке это чувствуется, что нет никакой паники, после даже пропущенных, если мы первые пропускаем. Так что я думаю, все хорошо в этом плане у нас налаживается. Все соперники, с которыми вы играли в этой серии, они стояли выше вас в таблице. Можно сказать, что эта серия была ключевой и продолжается? Что либо потопило бы вас, либо вот так, как сейчас приподнимает? Не знаю, не могу сказать, ключевая или не ключевая. Но серия хорошая, серия с очень хорошими соперниками. Мы поговорили перед серией, это уже Женя Чусайлин говорил, так что нам некуда вступать просто. Откуда, не знаю, силы в каждом матче брать шайбу и просто танком нести к воротам? Из зала, наверное, не знаю. Стараюсь вот после игр поработать в зале со штангой, в велик покрутить. Не знаю, находим там силы. Есть у тебя внутреннее какое-то ощущение, что ты в лучшей форме находишься за долгое время? Первые три игры, да, возможно. Сегодня уже все равно я подустаю. Столько бегаю, столько сил трачу. Ну да, конечно, эмоций не хватает. Стараюсь тут уже не играть в мяч перед игрой, чтобы сохранить эмоции. Так что, черпаем откуда можем. Так, солидно выглядит ваше звено с Голубевым и с Овчинниковым. Скажи вообще, может быть, про Диму, да, что он привнес в эту тройку. Потому что появился, по сути, ну, отчасти случайно, да, после травмы Никиты? Да, довольно-таки неплохо у нас получается. Ну, в серию домашние забиваем голы, набираем очки. Это очень здорово. Помогаем команде выигрывать. Дима принес, наверное, передачи. Неплохо видит поле, так что все равно активность передачи, я думаю. Никита, вот по сегодняшнему матчу еще так со стороны показалось, что ЦСКА, наверное, на первые десять минут где-то сделали ставку, потому что они зажимали, ну, действительно классно прессингом, да, не получалось выходить. Вот насколько, вот как этот момент тяжело было, готовы ли были к такому началу? Каждый период тренеры нам говорят, что команда у нас сделает ставку на первые смены, и стараемся их попроще где-то сыграть через борт вывести и спокойно построить среднюю зону и на контратакцию поймать. Ну, то есть не было вот такого андража, когда там пять минут какие-то, даже отрезок был, да, среднюю зону выходите, шайбы отдали? Нет, нет, я думаю, все спокойно. Никита, согласен, что, может быть, ЦСКА сегодня не удивил вас? Потому что если вы носите эти первые десять минут, за скобки, то, ну, не так много действительно опасных моментов было, то есть на пятаке ничего не создали, по большим расчетам. Возможно, да, они тоже едут с Дальнего Востока, сил не так много, а то, что с Костей Акуловым поговорил, он говорит, что не особо хорошо себя чувствует, так что, да. Согласен, что, может быть, где-то даже зеркальная игра получилась, по сравнению с той, что была в Москве, тоже 1-0, только в другую сторону? Скоро? Возможно, возможно, но хорошо, что сегодня в нашу сторону все получилось. Костю поблагодарил за то, что в конце опросил вас? Я думал, попал ему по рукам, если честно, говорю, Костя, ну, не так уж сильно, говорю, попал, он говорит, да по губам, я говорю, да. Так что я даже не заметил, честно, что попал по губам.